Друзья, завтра День полиции, но сегодня у нас в гостях Александр Владимирович Игуманов, подполковник внутренней службы, начальник отдела профессиональной подготовки управления по работе с личным составом ГОУ МВД России по Иркутской области. Я сделала это. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Александр Владимирович, расскажите, пожалуйста, как начинается обычное утро у подполковника внутренней службы? Лично у меня начинается каждое утро это с зарядки. Однозначно, это пробежка около двух километров и общая физическая подготовка. Подождите, в какое время тогда нужно вставать, чтобы еще пробежку совершить? Если интересует лично меня, это в 5.50-5.40. Я думаю, мы ехали на эфир однажды, кто еще может в 5 утра бегать. Сейчас я уже пригляду, контуры-то я узнал. А вот сегодня праздник, завтра он как бы, но смоделируем, что сегодня уже 10 число. Вот как праздничное утро проходит у полковника? Праздничное утро проходит это с подготовки. Так как мероприятие общественное и очень много сотрудников, которые в течение года, 10 лет, в течение всей своей служебной деятельности, в этот день должны быть и поощрены, и отмечены, и не забыты. И, соответственно, все мероприятия направлены как раз именно на это, чтобы подготовиться к праздничному мероприятию и всех поощрить, наградить и не забыть. Спасибо, Александр Владимирович. Разминка, зарядка закончена, а сейчас боевые журналистские вопросы. Пожалуйста. Все, прежде чем мы перейдем к боевым вопросам, поскольку вы сказали о праздничных мероприятиях. Вот нам очень интересно стало. Скажите, пожалуйста, вот я думаю, что очень многие ваши родственники, друзья, коллеги каждый год в преддверии этого праздника озадачиваются таким вопросом, что подарить по случаю такому дорогому человеку? Вот что бы вам хотелось в такие дни получать в качестве подарка? Можно намекнуть сейчас так рассказывать. Вот там интересно, потому что я думаю, что очень многие бегают по магазинам, чтобы угодить своим любимым. Как показывает практика, у каждого сотрудника в соответствии с направлением деятельности у него есть свои, может быть, какие-то потребности, какие-то пожелания. И как бы объединить под один подарок всех, это было бы неправильно. Но самое элементарное, как говорится, боевое оружие любого сотрудника, это не только пистолет, но и еще простая шариковая ручка. Ручка! Классная, качественная такая, так чтобы на века, да? Вы ее можете использовать как бы по... Назначению. Либо каким-то таким выводам. Нет, только по прямому назначению. Хорошо, еще такой вопрос. Просто вы стоите от меня в профиль, и вот вы знаете, напоминаете мне герои советских вот как раз фильмов, которые, да, все мы смотрели. Как раз мы говорили сегодня о выправке, да, вот человек стоит, вот сразу понятно, что он представитель МВД. Да, и вы знаете, очень многие люди в профессию пришли после каких-то фильмов. И всегда вот интересно, кто-то там смотрел «Рожденные революции», кто-то смотрел там «Петровская 38», да. Вот тот фильм, который на вас оказал влияние, вот прям... Значит, «Советское время», может быть, кто помнит, кто знает, был такой очень хороший фильм многосерийный. Это «Государственная граница», где начало идет от 17-го года революции и заканчивается уже 70-ми годами советского периода. И как раз именно после просмотра именно этого фильма я захотел стать военным, а именно поступить в пограничное училище. Но по прибытию в военкомат тот сотрудник, который именно за это направление отвечал, сказал, что, в принципе, я не подхожу по критериям, известный только ему одному. Но, тем не менее, сходил в армию, после армии пришел и поступил на службу органов «Тонегдел». Слушайте, как интересно, по критериям, а вот сегодня вы являетесь как раз начальником отдела профессиональной подготовки. Вот какие есть критерии, чтобы человек смог прийти и стать сотрудником МВД? Ну, критерии отбора – это пирамида, она многогранная. Во-первых, это должен быть специалист. Специалист с высоким уровнем образования, с определенными профессиональными навыками. Ну и, конечно, это правовая культура. Это основополагающее. А какими навыками он должен обладать, что должен иметь сотрудник со временем? Если мы разбираем отдельно профессиональные навыки, во-первых, это знание нормативно-правых актов по направлению деятельности, это владение боевыми приемами боевого борьбы, это высокий уровень физической подготовленности, а также владение табельным оружием, которое стоит на вооружении в полиции. То есть мы бы со Стасом уже не прошли бы вот этот отбор? Ты стреляешь? Ну, мы же с тобой настреливающие. Нормально. Даже бы не взяли бы уже. Для этого нужно просто пройти отбор и посмотреть, может и возможно. О, слушайте, а вот какие у нас есть шансы? Что нам нужно в этом отборе продемонстрировать? Продемонстрировать. Это, во-первых, скоростные способности, то есть легкая атлетика. Ну, это нам подходит, да, это такое хорошо ведая и быстро. Это силовые, что касается, допустим, для юноши, это либо подтягивание отжимания, либо гиря. Сколько раз подтягиваться надо? Значит, подтягиваться в среднем от 15 и выше. 14 с половиной, 14 с половиной. У меня дочка 8 подтягивается, я пока 2. Так, у меня тут минус. Тут есть поправка. Для женщин есть исключение, им подтягиваться не нужно. Они выполняют пресс. Класс. Вот с прессом у меня вообще проблемы. Сколько раз нужно? От 22 и более, за минуту. Да, это вообще не проблема. Это нижний пресс или верхний? Верхний пресс. Верхний пресс. Ты уже почти поступила, так? Прекрасно, давайте еще. Еще один какой-нибудь есть фактор? Бегать, значит. И знание нормативных правых актов по направлению деятельности. А, ну это дело подготовки, дело времени. У тебя сосед юрист, что ты там пришла, чай попила и все. Прекрасно. Вообще, вот какие у вас сегодня основные задачи у вашего отдела? На сегодняшний день это, во-первых, формирование кадрового ядра, то есть все-таки поддержание и формирование поддержания, наверное, больше кадрового потенциала, органов, которые не делали, а именно ГУВД Иркутской области. То есть, также, это пирамида также многогранная, начиная от прихода на службу любого гражданина Российской Федерации, то есть начиная от первоначальной подготовки, стажировки. В дальнейшем это направление учебное высшее возобведение МВД. И, как правило, в конце это Академия МВД, высшие, кажется, курсы, по окончании которых сотрудники назначаются на высшие руководящие должности от территориального органа либо службы. Вот было интересно услышать, какой вас фильм вдохновил? То, чтобы прийти в эту профессию, да? А вот сегодня кто приходит к вам? Вот чем они вдохновляются? Что это за идеи у них? И насколько вообще молодежь активно идет сейчас в органы, наверное, на это не дело? Ну, насчет активности могу сказать, что и сотрудники, не сотрудники, а граждане Российской Федерации, они идут, но, опять же, в соответствии с критериями отбора, не каждый может прийти. Поэтому, у кого есть цель, тренируется, готовится, читает, учат, приходит и поступает. Ну что, я думаю, что, Александр Ильич, поговорили немножко по теме, по какие-то личные вопросы выяснили. А прямо сейчас хотим вас испытать немножко в боевых таких экстремальных условиях. Журналисты это называют блиц. Быстрые вопросы, быстрые ответы. Мы с Анной, готовясь к этой программе, нашли стереотипы какие-то, которые нам никто не мог подтвердить. Я думаю, кроме вас никто это не сможет сделать. Поэтому, вот, есть такой стереотип, что каждый сотрудник полиции обязан иметь так называемый тревожный чемоданчик. По тревожным чемоданчикам это общее понятие. Но это вещь-мешок, в котором обязательно должны быть все предметы личные, начиная от гигиены и вещевого удовольствия. То есть, минимум на три дня. То есть, в связи с чем, в случае объявления сигнала к тревоге либо боевых действий, сотрудник выдвигается на запасной командный пункт, берет так называемый тревожный чемоданчик. Там от карты до перечинного ножа все должно быть. Да, то есть, полностью все, что сотруднику нужно в течение трех дней. Как вы правильно сказали, это от вилки, ножа, мыльник принадлежности и заканчивая вещами. И у вас есть тревожный тематик? Есть. Мне это напоминает, вот, девушки, перед тем, как стать мамами, они готовят такую ссылку в роддом, чтобы, как только грянет, ты разберешь сумку и все. Аня, остановись, остановись, Аня, я хочу домой, не надо. Что ты делаешь? А где хранится вот этот вот так называемый тревожный чемоданчик? Он есть в квартире, то есть, он в квартире или где-то на службе? Он должен находиться в кабинете у сотрудника по месту службы, чтобы в любой момент он мог его взять и поехать. И как вот вы с Карпальней сказали, в отличие от женщин, которые хотят стать матерями, там есть один нюанс. В этом тревожном чемоданчике обязательно должны быть продукты на три дня. Ага. Вот это немаловажно. Оказывается, продукты же могут испортиться, как это там, или там что-то такое. Ну, я думаю, российская пищевая промышленность уже далеко ушла, и есть консервы. Ага, точно. Хорошо. Значит, второй стереотип, что сотрудники МВД сами покупают себе погоны. Ложь или правда? Хочу сказать, это абсолютно, наверное, добровольное заблуждение тех, кто с этим никогда не сталкивался. Есть приказ МВД 575, в котором четко прописано, что вещевая служба, именно служба тыла, выдает полностью вещевое удовольствие, включая и погоны. То есть это все неподтвержденное? Все миф. Да, вас обманывают. Третий стереотип, правда, что по тревоге полицейский обязан за 30 минут прибыть в подразделение вне зависимости от места жительства? В зависимости от прохождения сигнала тревоги, это может быть полная боевая готовность, это может быть учебный сигнал, это может быть просто тревога. От этого зависит критерий прибытия 30 минут, час 30 или 3 часа. Но 30 минут, они как бы взяты из реальных условий, если двигаться скоростью 60 км в час на машине, то в радиусе 30 км города Иркутска это реальное время прибытия. Это Ленинского района до аэропорта можно спокойно добраться. Слушайте, ну вот вы нас вообще, вы знаете, с чем удивляете? Потому что вы так быстро и собрано отвечаете на любой вопрос, как будто вы... В 7 часов, там 8 часов утра это... Вот это как раз показатели собранности, организованности человека, да? А вот какими еще качествами, с вашей точки зрения, современный сотрудник МВД должен обладать? Вот сегодня 2018 год. Кроме того, что он должен быть организован, вовремя вставать, делать зарядку, иметь тревожный чемоданчик, сам покупать себе погоны, отжиматься минимум 18 раз, 15, да? За время этой программы нормативы увеличились 18 раз подтягиваться, так? Вот какие еще должны быть качества, чтобы это был действительно специалист высокого класса МВД? По специалисту высокого класса, во-первых, горят... Может быть, какие-то человеческие качества? Да, значит, человеческие качества это, во-первых, добродушность. Добродушность? Да, человек, по своей сущности, он должен быть добр, независимо, кто перед ним, преступник, просто посетитель, мимо проходящий гражданин. Особенно, допустим, берет такую службу, как участковый. Вот, хороший участковый, это показатель о том, как к нему относится население. Вот это показатель. Как можно сохранять доброту по отношению к преступнику? Если это не чемпионат мира. Нет. Значит, смотрите, при, допустим, задержании преступника есть же несколько вариантов развития событий, но в любом случае сотрудник должен сохранять свое лицо. Осталось и человеком. Спокойствие по крайней мере. Абсолютное спокойствие. Не переходить каких-то границ. Не переходить на какие личности и не переходить границы дозволенного. Правильно вы сказали? Александр Альбович, к сожалению, у нас есть только понятие как тайминг и лимит, и специально мы оставили побольше времени вам, чтобы вы поздравили своих коллег, единомышленников, друзей с профессиональным праздником. Наступление профессионального праздника хочу всем сотрудникам органов внутренних дел пожелать успехов в службе, неиссякаемых жизненных сил, крепкого здоровья, счастья и элементарного семейного благополучия. Спасибо большое. Мы вам того же желаем и дальше успехов в вашей профессии. Вы нас сегодня, конечно же, удивили. Чтобы мы так с тобой в эти ранние часы могли так быстро, бодро и ясно формулировать мысли, как Александр Владимирович Игумов, подполковник внутренней службы, начальник отдела профессиональной подготовки и управления по работе с личным составом Главного управления Министерства внутренних дел России по Иркутской области. Спасибо большое. Спасибо вам большое за это. С наступающим праздником. С вашим праздником. Продолжаем нашу программу.